Какие покушения готовились на Брежнева? История вещь коварная. Кто бы мог подумать, что эпоха Брежнева, именуемая застоем сегодняшних позиций, покажется золотым веком. Неудивительно, что безопасность лидера СССР тех лет была под пристальным контролем спецслужб. Однако, по словам сотрудников девятки, сам Леонид Ильич оказался одним из самых проблемных охраняемых лиц. Дядина Шинель Самое интересное, что по словам бывших сотрудников девятого управления КГБ СССР, было бы проще описать вещи, от которых не приходилось спасать Леонида Ильича, чем рассказать обо всех инцидентах во время его охраны. Самое громкое покушение на Брежнева произошло 22 января 1969 года, когда душевно больной младший лейтенант советской армии Виктор Ильин расстрелял правительственный кортеж, въезжавший в Боровицкие ворота Кремля. Случай вопиющий. Похитив у своего дяди милицейскую Шинель, неудавшийся киллер, чудом смог проникнуть внутрь Кремля и встать с внутренней стороны ворот. В этот момент в Кремль въезжала делегация с торжественной встречей космонавтов экипажей космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5». По одному ему известной причине Ильин пропустил первую машину и открыл огонь с двух рук по лобовому стеклу второго автомобиля. Но Брежнева в машине не было. Пассажирами правительственного дела были космонавты Георгий Береговой, Алексей Леонов, Андриан Николаев и его супруга Валентина Николаева-Терешкова. Прикрепленным в автомобиле ехал сотрудник «девятки» офицер первого отдела капитан Герман Анатольевич Романенко. Водитель Илья Жарков оказался смертельно ранен, а тяжелый автомобиль начал медленно скатываться обратно к воротам. Романенко успел выскочить наружу и ценой невероятных усилий удерживал автомобиль, пока космонавты пересаживались в другую машину. Французские киллеры. 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 Какие покушения готовились на Брежнева?